Сегодняшняя тема. Возможно, нам нужно установить и ответственность, если предприятие имеет производственную площадку и зарегистрированный лекарственный препарат, когда резко снижает объемы, меняет планы, тем самым создавая дефицит на рынке. Или же, если невозможно ввести ответственность, то министерство будет просить ФАС рассматривать и реагировать, возможно, это связано с реальными причинами или другими, конкурентными, сказал Михаил Мурашко на Всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности, передает Интерфакс. Министр напомнил о том, что в текущем году в Минздрав поступили, со стороны производителей некорректные планы производства по выпуску ряда лекарств, что вызвало недовольство пациентского сообщества, совершенно обоснованное и нервозное состояние всех медработников, которые обеспечивают лечение, в том числе противоопухолевую терапию, пациентов с заболеваниями крови. Напомним, первое письмо с заявлением о дефиците лекарств было опубликовано в октябре. В нем организации написали о критической нехватке в стране 26 недорогих, но незаменимых препаратов для лечения рака у детей. На дефицит лекарств жаловались родители по всей стране, дети не могли начать или продолжить жизненно важную терапию. В конце ноября крупнейшие общественные организации опубликовали второе письмо правительству РФ, в котором называют предпринятые им шаги по устранению дефицита лекарств полумерами. Ситуация по-прежнему остается катастрофической, было сказано в письме.